Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Цены на компьютерные комплектующие с каждым днем становятся все больше и больше, а поиграть в игры думаю многим хочется. Поэтому давайте сегодня соберем самый бюджетный ПК для игр всего за 20 тысяч рублей. На таком ПК вы с легкостью сможете поиграть в онлайн проекты, но конечно какого-то космического FPS от него ждать не стоит. Но я позаботился и о апгрейде данной сборке, так что модернизировать его в будущем вам не составит большого труда. Ну а перед тем как мы перейдем к нашей сборке ПК, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А собрать такую сборку вы можете как всегда по ссылкам в описании. И давайте начнем нашу сборку с процессора. Я выбрал очень неплохой камень Ryzen 3 3200G. Это четырехъядерный процессор на архитектуре Zen Plus со встроенной графикой Vega 8. Купить такой процессор сейчас можно примерно за 7500 рублей, а главное его преимущество это очень бодрая встроенная графика, которая выдает вполне играбельный FPS. И если в прошлой моей сборке за 20к рублей у меня получилось поставить в ПК видеокарту, то с нынешними ценами этого сделать уже не получится. Так что самым идеальным вариантом сейчас является именно этот камушек. Я кстати долгое время смотрел на процессор Athlon 200GE, но он стоит в два раза дешевле. Но и на его борту стоит очень слабая Vega 3, которая даст вам фризы даже в КС. А здесь мы получаем и адекватную встройку и нормальный процессор, который справится даже с большими играми. В ТТП у нашего камня всего 65 ватт, поэтому я выбрал под него отличный за свои деньги Deepcool Gamma Hunter. Также можно взять боксовую версию сразу с кулером, но она стоит на тысячу дороже. И взяв все по отдельности мы получим то же самое, но сэкономим 500 рублей, что для такой сборки очень даже большие деньги. Материнку в такую сборку я выбрал на бюджетном чипсете A320. Эти материнские платы не умеют гнать процессор, но зато могут похвастаться разгоном АЗУ, поэтому возьмем самую удачную материнку в бюджетном сегменте. Это Asus Prime A320 MK. Такая прелесть обойдется нам всего в 4200 рублей и позволит сделать человеческий апгрейд на более мощные райзены. В будущем вы спокойно сюда можете поставить какой-нибудь Ryzen 3 300 или Ryzen 5 2600 и получите совсем другой уровень производительности процессора. Однако с более мощными камнями нужно будет позаботиться и о хорошей продувке внутри корпуса, так как материнская плата у нас весьма бюджетная и топовые камни неплохо так нагревают фазу питания процессора. Также стоит отметить наличие M.2 слота под SSD. Для самого бюджетного чипсета это однозначно очень круто. Ну и оперативной памяти конечно же мы поставим две планки по 4 гига, так как 16 гигов для такой сборки это просто роскошь. Да и по уровню производительности они особо тут и не нужны, так как высокие настройки в топовых играх Vega 8 все равно не потянет, а для минималок и средних вполне хватит и 8 гигабайт. Сейчас можно найти много дешевых планок, например народные Крушелы или Самсунги. Но я решил поставить сюда AMD память Radeon R7. Две планки по 4 гига обойдутся всего в 2 600 рублей, а из коробки такая память имеет тайминги CL16, в то время как у Крушела и Самсунга изначально стоит CL19. Более низкие тайминги позволят вам получить чуть большую производительность если вы вообще не собираетесь гнать оперативную память. Так что эти планки более уникальный вариант как для разгона так и для вставил и забыл. Ну и по цене соответственно ничем не проигрывают тем же Крушелом. Запитывать наш игровой ПК за 20к мы будем пионером на 450 ватт. Мощности такого блока за глаза хватит для такой системы, но еще больше экономить было уже некуда, ведь даже аэрокул сейчас стоит не сильно дешевле. Так что лучше сейчас взять именно ФСП и плюс ко всему он спокойно может запитать какую-то простенькую видеокарту. И давайте немного поговорим про саму видеокарту. Как вы поняли в сборке ее нету, так как мы будем использовать встроенное видеоядро. По ценам сейчас RX 550 и RX 560 стали стоить очень дорого и смысла их покупать практически нету. А GT 1030 и вовсе не самое удачное приобретение. Так что если вы хотите получить в будущем больше кадров, то из нового железа лучше всего присмотреться к GTX 1650. Сейчас уже появилась версия обычной GTX 1650 с памятью GDDR6. Именно на такую модельку от Полит я оставил ссылку в описании. Конечно, если у вас есть еще лишние две-три тысячи, то лучше будет взять 1650 Super. Опи эти видеокарты отлично будут сочетаться с нашим процессором Ryzen 3 3200G. Также можно поставить и более старшую видеокарту GTX 1660 Super или же присмотреть какую-то видеокарту на БУ рынке, к примеру GTX 1050 Ti или 1060. Все эти видюхи отлично станут в такой ПК. Но новая видеокарта обойдется в половину стоимости этого ПК. Так что для бюджетного гейминга лучше первое время обойтись встроенной графикой Vega 8, а в будущем вы спокойно можете докупить сюда видеокарту. Корпус под нашу сборку я выбрал очень дешевый, но в то же время очень продуманный в плане продувки и не очень страшный по дизайну. Это вот такая моделька от Accord всего за полторы тысячи рублей. У нее есть отличная сетчатая полоска посередине, которая сможет забирать воздух. Также имеется разъем на боковой крышке для установки дополнительного кулера. И самое главное, что на передней панели вы можете разместить целых триста двадцатых кулера. В общем очень мощный корпус за копейки, в котором разработчики явно задумались о воздушных потоках. Также на передней панели у него есть один разъем USB 3, два обычных USB и выход под наушники и микрофон. Ну и что касается накопителя, то я поставил сюда всего один SSD на 120 гигабайт. Конечно это мало, но для сборки всего за 20к с этим вполне можно жить, ведь пару онлайн игр и винда спокойно сюда поместятся. А в будущем при желании вы можете спокойно сюда докупить жесткий диск или возможно он у вас уже есть. Ну и такая сборка спокойно вам даст поиграть в CS GO. На высоких настройках наша Vega 8 спокойно отрисовывает больше 60 кадров, так что для онлайн проектов типа доты или кски мощности такого ПК просто за глаза. Конечно для более масштабных игр лучше поставить сюда видеокарту, хотя бы обычную GTX 1050, которая стоит сейчас на БУ рынке не сильно дорого. Но помните, что на БУ рынке нужно уметь покупать комплектующие и обязательно тестировать их при покупке. Так как мошенников в наше время очень много и вы легко можете наткнуться на видеокарту из ремонта, которую продают под видом не вскрывалось. Ну и по просьбам многих вот полный список комплектующих из этой сборки. Такая сборка мне обошлась в 20 600 рублей, но в зависимости от вашего города цена может быть немного другой. Главная фишка этой сборки это то, что вы всего за 20 000 рублей получаете новейшую платформу AM4. А самое главное все железо у вас будет новое и с гарантией. Плюс ко всему у такой сборки весьма неплохой потенциал в плане производительности проца. Даже с дискретной видеокартой четырехядерного 3200G вполне хватает для не сильно требовательного пользователя. А без видеокарты он спокойно даст вам получить ПК для игр за такой скромный бюджет. Так как с нынешними ценами можно просто разориться на сборке ПК. Я вот уже 4 месяца смотрю на Ryzen 5 3600 и цена на него выросла уже на 5000 рублей. Это аж целая четверть стоимости такой сборки и всего за одно лето. Так что надеюсь те кто купят такую сборку будут довольны результатом. Ведь за свою цену такой ПК стоит каждого вложенного в него рубля. Конечно с видеокартой он бы смотрелся намного лучше. Но отдавать почти 200 баксов за новую видюху думаю многим не по карману. А брать затычку которая стоит чутка дешевле смысла особо нет. Кстати еще забыл упомянуть что можно взять SSD на 240 гигов вместо 120. Это чутка ударит по бюджету сборки, но зато у вас будет больший объем. Или же можно взять в пару к SSD жесткий диск. Но брать всего один жесткий диск я бы вам не советовал. Потому что SSD в 2020 году стоит уже не так дорого, а кайфа от нее вы получите намного больше чем от медленного жесткого. Так же если вы собираетесь в будущем обновлять процессор, то можете сразу поставить сюда башню GAMMAX 300 или GAMMAX 400. Это сэкономит вам немного бюджета в будущем. Так как под таким кулером какой нибудь шестиядерник будет уже довольно горячим. Ну а если вам понравилась сборка, то не забудьте поставить лайк этому видео. А я хочу напомнить вам, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.